Жара, блин! Что шваброво, я уже на доставке! Подошли ко мне девочки сейчас фотографироваться, сказали, что узнали, смотрят. Могаточки я буду делать сегодня в салоне. Почему я буду делать в салоне? Так, вот с этой стороны еще, видите? Либо добровольно, либо силой. Но она будет. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свой! И мы начинаем новый влог! Я вообще... У меня что-то хорошее настроение такое, потому что я созрела к переменам. Я хочу сменить цвет волос и либо сделать их понасыщенней такой шатенкой, потемнее, либо вернуться в блонд. Да-да-да, вы не ошиблись. Либо вернуться в блонд. Сейчас у меня, честно, я прям вот не знаю, не знаю, мне и шатенка нравится, как-то очерчивает мое лицо, контраст появляется и так далее. Многие мне говорят, что мне идет блондинка. Да я и знаю, что мне идет блондинка, и что, в принципе, блондинка это мое, как бы, но просто оно уже привычно, и как-то вроде не хочется еще, и вроде еще хочется походить с темными. Но так как я планирую еще наращивать волосы, мне нужно определиться, потому что тот цвет, с которым я выберу, 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 я буду с ним ходить, возможно, около полугода. Сколько будут наращены, наращены, наращены или нарощены, я не знаю, блин. Короче, точно не могу сказать. И, в общем-то, волосы, которые будут наращены, я их не буду красить. Соответственно, мне нужно уже определиться с моим цветом волос. И, в общем, я не знаю, я смотрю разные картинки, вдохновляюсь. Я в Инстаграме уже сделала опрос, я сделала две одинаковые фотографии, одну чуть-чуть затемнила, волосы, да, такой, как у меня цвет, но затемнила его чуть-чуть, вот потемнее. И другую чуть-чуть осветлила, как бы блондинка. И, в общем, голосование. В общем, голосование. В Инстаграме, ну, я еще не пойму, как бы есть и за блондинку, как бы много кто, и за шатенку тоже голосуют. Я еще в сторисы сделаю, тоже опросник попозже. Сейчас пусть комментарии сначала пишут в посте, потому что комментарии, они еще, бывает, сопровождаются чем-то. Типа, вот он, ну, как бы, не просто там вот блондинка или брюнетка, а еще пишут, что тебе идет блондинка, потому что, потому что, там, молодит или еще что-то, или, там, тебе идет шатенка, потому что у тебя появляется контраст, оттеняет цвет кожи, там, и так далее. Вот, и мне кайф, вот, развернутый ответ. Поэтому здесь я вам вставлю фотографию, вы можете тоже голосовать за цвет волос, который вы бы хотели на мне видеть. И будет очень хорошо, если вы не просто скажете, блондинка, огонь, там, да, или, а именно почему, вот что вы видите. Потому что, вот, мне кажется, брюнетка, вот такая, да, немного шатенка, вот реально делает контраст мне. Цвет кожи такой более здоровый, а блондинка немного у меня бледнит, может быть, мне надо будет ярче краситься, или вот что-то, брови как-то, вот все поярче сделать, чтобы чем-то другим контраст сделать, если не волосами, да. Вот, ну, короче, вот, помогите мне с принятием решения, потому что это решение будет на, ну, короче, получается, на весну, на лето, вот такое все. Вот, и от того, что перемены впереди, и сегодня я иду на вокал, первое занятие, собираюсь ходить, потом вечером у нас в бассейн, потом мне надо зайти в фикс прайс, новинок там очень много, мне просто присылают новинок в море, я хочу зайти уже и купить что-нибудь, сделать вам на второй канал обзор. Кто не подписан на мой второй канал, обязательно подписывайтесь, ссылка будет под видео, скоро там, всегда у меня, короче, распаковочка, что-то интересное, прикольное, все там делаю, тесты. Вот, и что сейчас? Сейчас я хочу покушать, накраситься и пойти на вокал. Я, естественно, беру вас с собой. А еще я не сказала, что я сделала доставку еды с утра, и они мне как раз до часа должны привезти эту еду. Блин, и по-хорошему, я еще хотела снять видео, потому что я там заказала на 4 с лишним, на 4,5 тысячи еды, бляньте, в Сбермаркете доставка. И мне интересно, как бы, что там привезли и так далее. И там соевое молоко, естественно. Я в последнюю очередь молоко свое заказываю. Сейчас я без соевого, я пью на обычном молоке. Тяжело заходит, но в целом заходит, терплю. Так, ну что, мои хорошие, Сбер молодец, что они мне доставили на полчаса, ну, как бы, вот прям, не впритык к часу приехали, а пол первого. Это значит, у меня есть время сейчас снять видосик еще и уже поехать потом на вокал. Сейчас буду снимать на второй канал. Не забывайте проходить и смотреть. Смотрите, сколько всего у меня тут. Так, все, мои хорошие, сняла видео и просто опаздываю, убегаю. Я уже на самом деле, блин, жду, не дождусь твоей швабры. Я хочу сделать генеральную уборку дома. Еще, знаете, вот эта швабра, она меня смотивирует, чтобы ей помыть полы. Для начала мне нужно все убрать, попылесосить, вытереть пыль. И вот потому что ей тщательно все промыть. И вот я жду ее, она меня будет вдохновлять. А сейчас у меня дела, 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 дела. И там вот я там кинула, там кинула. Короче, у меня такой бардак дома сейчас вообще трындец просто. Ну, я вообще хочу прям поубирать так вот генерально, прям конкретно. И что-то эта швабра так долго едет ко мне. Надо им, наверное, позвонить, вообще узнать. Ну, сейчас я спешу. На вокал. Давно не было. Соскучилась. Все, мои хорошие, я собралась. Походим. Сейчас села такая и просто пока шла, вот, ну, лето. У нас даже не весна уже, а лето. Я мало того, что в теплом костюме, я как вот зимой вот прям оделась, понимаете. Сейчас сижу и парюсь. Шапку снять надо, точно. Жара. Не знаю, мне кажется, и куртку я сейчас сниму. Трындец, блин. Палит солнце, жесть. В итоге, девочки. Я, например, весна-лето. Шапку сняла, одеяло свое сняла. Жара, блин. Все, девочки, позанимались. Хорошо так прям. А шоп, вспомнила. Песню распечатали. Ада Джо. Лар Фабиан буду петь. Говорю, что-то у меня там не получается. Съезжают с нот. В общем-то, в общем, будем ставить песню эту. Вот. А сейчас мне позвонили и сказали, что Шваброва я уже на доставке. Только у него терминал сел. Я карточкой не могу расплодиться. Мне надо теперь найти, где, блин, деньги снять. Короче, договорились с ним, что сейчас я снимаю деньги в банкомате, и потом мы с ним пересекаемся. Вообще, он говорит, ну давайте на завтра. Я вообще заметила, что если где-то моя посылка лежит, мне вообще очень сложно отсрочить ее и прийти там завтра или там попозже. Я обычно сразу, вот мне нужно сразу, я ее хочу, чтобы она была у меня, короче, а не где-то там лежала. Я так люблю посылочки, распаковочки эти все. И вот я могу потерпеть, чтобы она лежала дома запакованная, но не где-то. Мне ее надо забрать. Тем более, блин, швабра это. Я уже хочу загенералить дома, а если завтра, то это буду послезавтра генералить. Надо сегодня ее забрать, чтобы, может, даже и сегодня и генералить. Та-та-та-та-та-ра, моя швабра любимая. Бегим домой. Фух, девочки, я одела свои светлые ботинки. Они вообще-то считаются весенние-осенние, понимаете? Мне у них так жарко было, хоть босоножки одевай. Или, я не знаю, кроссовки. Я сейчас, наверное, так и сделаю. Я сейчас кроссовки одену, костюм полегче одену. Трындец. Жара. С одной стороны радостно, а с другой стороны вот эти вот переходные вещи, они все время страдают. Я их одену один-два раза, и все, блин. Куда их носить? То холодно, то жарко. А курточка кожаная, а пальтишко какое-то. Ну, как-то. Ну, посмотрите, как погода мне позволила одеться. Класс, 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 класс. Вот. Погода позволяет одеться мне вот так сегодня. Так, вниз садела. Сейчас раздеваюсь. Короче, пришли в бассейн, Данька сейчас час поплавает, и я думаю, что мы придем домой, и я прям его сразу уложу спать. Что ты хочешь? Плавать в бассейн. Ну, бери пакет и пойдем. Ну, пойдем. Ух ты, кто на колечках? Покажи. Как подтягиваешься? Покажи. Ой, сильный какой. Здорово. Силач. А ножки где твои, Дэй? Нет. Это Марина. Марина. Класс, ты поплесишься? Что, Марина, да? Представляете, поехали в бассейн. Тут, на самом деле, рядом находится. Поехали в бассейн на машине. Думаю, пешком не пойдем, потому что, мало ли, к вечеру будет холодать. Ну, временами как бы ветерок дует неприятный. И в итоге, что вы думаете? Обалденная погода. Самый кайф было бы пройти пешком. Но мы на машине. Ну, ладно, после бассейна не надо рисковать, да? Потому что сейчас очень такая погода изменчивая. Я такая достаточно раздетая. Данька-то тепло одет. Как ты поплавала? Хорошо поплавал? Да. Сегодня у нас было последнее занятие здесь, в бассейне, в котором мы ходили с тренером, занимались, да? И у нас остался этот абонемент. И вот я решила даже уже быстрее выходить. Вот у нас последнее выходило. И я надеюсь, что мы теперь как-то будем выделять время выходить в большой наш бассейн в фитнес-клубе, чтобы и я с ним плавала, да? Мотивация была. И у меня. Не знаю, как это сделать, короче. В общем, сейчас включала камеру. Просто такая, она такая долго включается. Я ее опять нажимаю. Она включилась и выключается. Короче, я ее, не успев включить, выключаю. Так вот три раза сейчас было. Думаю, да и оперный театр, я тебя включу когда-нибудь или нет. Хочу сказать, что это все. Мне на автомате вот это вот все время. Я такая пристегиваюсь, да? А Денька тут у меня не пристегнута. Я все время думали, на автомате разговариваешь, говорю, ну все, мы поехали, да? А Денька тут не пристегнута. Потом расстегиваюсь, пристегиваю. Так, что хотела сказать, что сейчас, я думаю, что Денька так накупался. Сейчас время как раз 8 часов, я его где-то так кладу. 8, 8.30 мы кладем. Короче, сейчас мы покушаем творожочек, что-нибудь съесть на ночь такое. Не сильно тяжелое. Давай. Я его уложу спать, и, возможно, у меня пару-тройку, хотя я сегодня 5 часов поспала всего, но, может, у меня пару часов будет какие-то свои дела поделать. Я сегодня не успела все сделать, у меня дома кавардак, я не успела. Я получила же эту швабру, я ее распаковала, начала снимать видео отдельное, там что-то не получается, везде батарейка садится. Кое-как я сняла, как бы, что там в коробке, как я вот это пробую там отмыть, пятна, которые хотела отмыть, да, вот. И, на самом деле, побежала уже за малым, потому что уже время было, и еще тут звонки какие-то тоже важные. И, короче, у меня там все сейчас на полпути, потому что сама швабра тоже была разряженная в ауте. И я, короче, каждые 5 минут, 15 минут заряжаю, 3 секунды я пытаюсь вот снять видео, чтобы хотя бы кусочек отснять. Короче, она на зарядке там стояла, я побежала вот малого в бассейн везти. Вот, короче, сейчас придем, там швабра уже, наверное, чуть подзарядилась, я сейчас помою полы, ну, покажу вам чуть-чуть. Ну, а отдельный обзор уже на втором канале будете смотреть. Всем доброе утро, кошечки. Слушайте, мальчики и девочки. Кошки и коты. Короче, видишь, сейчас жутки на улице, жутки просто. Мы даже еле-еле прям сносят с ног, когда вчера такая весна была. Сейчас непредсказуемая погода, надо быть аккуратной. Говорят, в мае нужно быть аккуратной, но, по-моему, в марте еще аккуратнее нужно быть. В общем, я сейчас пру домой, чтоб меня не снесло. Так, пришла домой, девочки. Кстати, я вам не сказала, каково было мое удивление, когда я думала, что я посмотрела до конца весь сериал, все сезоны «Бумажный дом». И оказывается, начинается... Ну, просто оно как бы идет у меня, но он стопом закончился там, да. И, ну, я не углядела, пока там что-то делала. Ну, началось дальше все. Я такая думаю, что за сериал интересный начался. Я смотрю название, типа «Бумажный дом. Возвращение». Такая думаю, в смысле? Он что, не закончился? И оказывается, я так поняла, третья часть, ну, третий сезон, типа, это вот вторую серию. Сейчас начинаю смотреть. «Возвращение». Я не досмотрела сериал, и, с одной стороны, у меня и радость такая возникает. Думаю, о, еще, еще посмотрю. Классный сериал. Вот. Так что, вот такая вот история со мной приключилась. Сейчас я пью кофейко, публикую вам видосик на второй канал. И я сегодня записана на ноготочки, на коррекцию буду делать. Не знаю, что придумать. Я думаю, френчик может сделать. Но какой-то, может, не классический френчик, знаете, а такой вот уголочки чисто белые сделать. Либо просто в один тон все сделать. Не знаю. Ну, коррекцию делать пора. Вот. Так что я записана сегодня на коррекцию. Ну, и с Кристинкой мы сегодня, мы все созваниваем, я все-все с ней на созвоне. Тоже, возможно, сегодня в гости приедет. В общем, интрига дня, интрига влога. А еще, девочки, я вчера очень плохо ела. Целый день я съела вообще одну курочку, не поверите. Выпила две кружки кофе. И потом съела хлебец. Ну, три хлебца намазала альмета сливочным сыром. Да, вот такой вот творожный сыр. И все. И просто потому, что у меня не было времени. У меня не было времени остановиться. Я то, блин, с садика уберу, то в бассейн, то, 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 то. И уже время ложить спать мало. Потому что он все-таки, ну, начинает вечером там баловаться. То все. И если ребенок слишком раздраконивается, раздраконивается к вечеру, то его еще сложнее уложить. Поэтому я сразу такая оп-оп-оп шлеп. И все вот так вот быстро-быстро, да, я уложила его спать. И сама, честно говоря, уже на вырубе была. Но я очень была голодная на ночь. И вот уже силу воли, да, там вот проявила вчера. И вот уже я хватаюсь за макароны. Думаю, сосиски же заказала. Думаю, макароны мои с сосисками любимыми. Хоть под вечер такого самотошного дня я хоть накормлю себя вкусной своей едой. Не полезной, но вкусной. И просто уже достаю, понимаете, эту кастрюлю с макаронами. И думаю, нет, съем-ка я киви. Один киви. И съела. Съела вчера на ночь один киви и пошла спать, потому что я вырубалась. И нормально. И нормально, нормально. И прям сегодня встала, сейчас пью кофе. Такая думаю, ля, молодец, я вчера на ночь не поела макароны с сосисками. Чудая женщина. Чудо-мать. Все, крошечки мои, я села в машину, поела, посмотрела сериальчик, все выложила. Какой, в общем, молодец, короче. И еду делать ноготочки. Ноготочки я буду делать сегодня в салоне. В том салоне, в котором я делала всегда. Почему я буду делать в салоне? Ну, потому что мне нужно срочно сегодня. Вот, и срочно обмороченный сегодня, и поэтому я иду в свой любимый салон. Я записалась вчера вечером, и сегодня они у меня уже принимают. Вот, да, сделаю что-то, хочу, думаю, сделать что-то светленькое, ну, типа белое, но может быть такой белый полупрозрачный. Вот, хочу, чтобы более ярко выглядели ноготочки, но при этом белые. Вообще думала френч сделать, и причем самое интересное, что хотела сделать френч, я вам, наверное, говорила уже здесь, да? Ну, не классический френч, а чисто на уголочках такой френч. Сегодня я смотрю Кристинен влог, и смотрю, что она тоже недавно делала ногти, я просто еще ее не видела. Я увидела, что у нее этот френч с уголочком. Я такая думаю, блин, ну, не, можно было бы сделать такое? Ну, думаю, ладно, сделаю тогда второй вариант, который я хотела. Но хотя сейчас я могу прийти и сделать еще какой-нибудь третий вариант, может, она мне покажет фотку какую-нибудь, может, новый цвет какой-то красивый, да? И я скажу, о, давайте пристегнемся. Вот, и так как мне срочно нужно ногти сделать сегодня, я их иду делать в салон, и почему в тот же самый? Потому что я знаю, что там все мастера хорошие, я у всех, по-моему, мастеров была, и всегда оставалась довольна работой, и главное, что носились ногти долго. Эти тоже ногти долго относились, они прекрасно, как бы, да, ничего нигде не откололось, вот, ну, просто пора сделать коррекцию, поэтому вот я бегу делать коррекцию. И что еще хотела сказать? А, и можно было бы, на самом деле, этот салон находится в центре, да, я не всегда выезжаю в центр, можно было бы найти где-то недалеко от дома, но я уже привыкла, если я знаю, где хорошо. И я, ничего страшного, запланировала время, выезжаю за часик, там же кофе рядом продают, мой любимый, это вообще большой бонус, и парковка там есть в центре рядом, поэтому я сейчас выезжаю, возьму себе кофе, надеюсь, успею, то я пока с вами трендычу, я могу начать опаздывать уже. Вот, возьму себе кофе и поедем делать ноготочки, я соскучилась даже за этой атмосферой дизеллофт, поэтому с удовольствием прям даже проведу там время, иногда я люблю проводить время в салоне, вот, поэтому едем, настроение хорошее. Так, вот, девочки, дизеллофт на углу здесь находится, вот, социалистическая 127 Чехова, и сейчас вот здесь рядышком есть парковка, прям вот она за конецом синего забора, парковка недорогая, по-моему, 100 рублей стоит, 100 или 150, ну, короче, недорого, абсолютно, я всегда здесь оставляю машинку и иду в дизеллофт, а через дорогу находится кофеек, и мы, в принципе, успеваем, по-моему, за ним сгонять. Вот, что-то выпачкалось розовое, ё-моё, только увидела. Короче, 100 рублей, до двух часов 100 рублей стоит, а если на целый день 150, вообще клёво, да, оставила машину и гуляй по центру, и не беспокойся, что её эвакуируют где-нибудь, или штраф придёт. Вот, всё, сейчас время у нас есть ещё, знаете, сколько времени у нас? 8 минут. Вот, сейчас я вам покажу, где находится кофей-корн. Ну, с кофей-корном было бы покруче просто сидеть, пьёшь, ну, любимый кофе. Так, вот мы с вами выходим на дорогу, как раз-таки зелёный, бежим. И вот так вот мы идём в наш серф-кафе рядышком, а потом бежим в салон обратно. Я так рада, когда мне удаётся здесь побывать, а я обожаю Садову, у меня связано с ней столько всего, столько воспоминаний, и всё. Честно говоря, самое приятное, самое красивое, эмоциональное. Заходим. Здрасте. Одна минута и кофе готов. Блин, каждый раз я пью кофе у них, и, честно говоря, поражаюсь тому, как они готовят. Нигде так не готовят. Нигде не делают такой вкусный кофе. Нигде. Сёрф-кафе у меня на number one, честно. На втором месте Starbucks. На третьем McDonald's, как неудивительно, если нужно... А, блин, нет, ну, это если такие, это если такие бренды, блин, да, которые в других городах есть, да. А если то, что у нас здесь есть, кафешечка такая недорогая, ну, числа ларёчек, есть ещё кофе там вкусно делают тоже. Та-дам, та-дам. Идёмте. Ой, салон красоты. Редко посещаю, но метко. Здесь какая-то перестановка уже рецепшена сразу нет. Тут сразу прайс на входе. Ой, открывай. Так, ну что, девочки, вот такие ноготочки мне сделали. Я хотела что-то белое и полупрозрачное. Вот, отлично. И у меня длина уже чуть-чуть подросла, да. По-моему, красиво. Очень, так? Суперски. Натурпродукт. Мне нравится. Мой лучок, кстати, на сегодня. Я не красилась такая. Ну, дела, короче. Я дела сегодня делаю. Хотя съёмки, влог, да, всегда надо накрасить. Но я не успела, если честно, накрасить. Сегодня вот такое вот у меня. А главное, ноготочки такие милашки такие вообще. Прям такая вся утончённая дива стала. Смотрите, какие красивые ноготочки при свете дня. Очень нежные, при этом такие беленькие, да. В следующий раз вообще хочу белые попробовать. Прям такие яркие. Пока что вот ньют мне очень нравится. Тем более с такой формой. Обалденные. В инстаграме я делала голосование за цвет волос. Я выставила блонд и выставила такой, как у меня, только чуть понасыщеннее, потемнее. И девочки мне даже скидывали. Я типа говорю, помогите мне определиться, потому что мне кажется, и тот, и тот в принципе идёт. Блонд, это понятно. Многие просто мне говорили, давай в блонд, давай в блонд. И я думала, блонд перевесит. Но когда я сделала голосование в инстаграме, проголосовали 50 на 50. У меня даже девочка скидывает фотку и говорит, вот помогли, смотри, 50 на 50. Но я ещё беру в расчёт то, что почему. Почему мне рекомендуют тот или иной цвет. Я делала пост, и там девочки писали. Не просто там блонд или шатенка, а именно блонд тебе идёт потому-потому. Да, или там шатенка тебе там оттеняет твой цвет волос. Да, там блондинка там делает то иное. Короче, именно какой цвет, какой эффект делает, это тоже играет роль. И мне, я понимаю, придётся принимать решение самой. Но я думаю, что уже у Миши в салоне я и определюсь. Смотрите, я пришла снимать. Это фикс прайс. И смотрите, что вижу прикольненько. Вот такую кормушечку сделали для птичек. Кормят там ярко и красиво, привлекают внимание. Ну вот, звезда я. Подошли ко мне девочки сейчас сфотографируются. Сказали, что узнали, смотрят. Можно с вами сфоткаться. И, кстати, камера неплохая. Я говорю, отметьте меня обязательно. Я вас репостну. Вот. Короче, вообще мне нравится, когда подходят ко мне, фотографируются. И потом отмечают. Мне приятно, мне приятно создавать связи, фотки. Я даже думаю, что надо в Инстаграме, в актуальном, сделать такое, типа, фотки с подписчиками. Вот. Точно. Блин, как идея сразу. Вот девчонки, того не зная, сами идею мне подкинули. Точно, я сейчас организую фотки с подписчиками. И кто меня видит, узнает, пусть фоткается, отмечает меня в сторис. А я буду их отмечать у себя в сторис. А потом все эти сторис закреплю в актуальном, как фотки с подписчиками. Да? И вам приятно, кто сфоткается. И у меня память такая классная. Это кто тут на мать нападает? Это кто тут на мать нападает? Это чье ухо такое нападает? Это кто? Это что? Это что? Что мурчит моя кошка такая? Кошка мурчит. Зубы покажи. Покажи зубы всем. Покажи зубы. Вот моя морда наглая. Смотрите, да? Нет? Вот это белье, кстати, одно из моих любимых. Оно очень сочетается вообще со всем-всем-всем. И вот эти вот цветы классные. Так, я делаю генеральную уборку. Как я говорила вам, отодвигаю все полочки. Все везде мою, пылесосю. Ну, вот два часа просто. Вот я приехала в 4 и два часа беспробудно делала все. Не успела. У меня еще и разрядилось. О, это что? С пылесоса, наверное. Короче, за мелким надо идти. И когда у тебя классная швабра, хочется найти лишний повод, чтобы поубирать. Мне кажется, это хорошая мотивация. Хотя, мои хорошие, знаете, вот сейчас я вспоминаю мамины слова, когда я ей говорю о каком-то большом доме, там, да, или там, о квартире, там, 120 метров, там, или это. Я помню, она как-то сказала, я представляю, сколько времени нужно и сил на то, чтобы убрать всю квартиру. А я вообще никогда не задумывалась о том, что квартиру надо убирать. Ну, не знаю. Ну, как бы, я не знаю. Как-то кто-то всегда убирал. Или я жила с друзьями. Всегда у нас находился кто-то инициативный, который занимался уборкой. Я такая, лучше оплатить, знаете, чем убрать. Вот, и как-то так получалось, что беды с уборкой постоянно, я не знаю. И как-то сама я так как-то аккуратно жила, когда ты сама, да, и неприхотлива. То есть мне не обязательно, чтобы у меня была там идеальная чистота. Вот, ну, там где-то прибрала, там, как-то полы помыла, как-то пополисосила. И делала все это так достаточно редко и не так. Когда ребенок, ты понимаешь, что тебе нужно постоянно поддерживать идеальную чистоту. Сейчас позже скажу. Так, ну и вот, пришла в садик, пока его сейчас будут одевать, я договорю. Но, и вот по-хорошему, если бы я была не так спокойна, ну, там, чистота, нечистота, там, да, ну, понятно, не грязь, там, какая-то сумасшедшая, но, в принципе, я так спокойно отношусь. Ко всему я не такой педант, знаете, чтобы там все вдраиваться, там, чтобы ни полинки, ни соринки, как бы, нет. Я спокойно к этому отношусь. Если бы я к этому спокойно не относилась, по-хорошему, вот с ребенком живя, нужно убирать каждый день. Каждый день пылесосить, каждый день вытирать мыли, потому что это фурия, ребенок. Ну, если он в садике, конечно, да, хотя, блин, ну, я говорю, вот, вчера я все поубирала, кухню, все вымыла, вылезала, кухню. Он пришел с садика, и вот он пару часов поиграл, я сегодня опять пылесосила за ним. Поэтому, я думаю, сейчас он пройдет, и точно так же нужно будет снова пылесосить. Вот, поэтому сейчас, вот когда я убираю, да, вот уже один день прошел, я часть убрала, второй день прошел, часть убрала. Просто, чтобы убрать всю квартиру, это реально нужно встать с утра, вот отвела малыша, и все, и до самого вечера, и не факт, что ты успеешь. Все поперестирать, повытирать везде пыль, все перемыть, пылесосить, помыть полы, перебрать там вещи, где-то сложить в гардеробе, что-то там, ну, вот именно уборка такая глобальная, да. Вот, и поэтому это все растягивается, и получается в целом, что ты только и занимаешься каждый день, да ты что-то да убираешь. И это всего лишь там 70, сколько там у нас, 70 с лишним квадратов, да. А будет больше дом, ну, понятно, что человек, наверное, только и должен заниматься домом, не работать, и куда, да некогда, а еще следить, и понятно. Поэтому сейчас я понимаю мамины слова, как же это все убирать. Согласна, нелегко, может лучше и поменьше квадратуры, чтобы проще было, вот. Ну, либо уже, да, как-то надо определиться с человеком, который будет тебе помогать, будешь приглашать его. Все равно, даже если ты будешь кого-то приглашать, ты все равно ежедневно должна будешь поддерживать эту уборку, также и полики сама там промыть. Ты же не будешь вот раз в неделю приходить к тебе человек, а ты неделю не моешь полы, правильно? Нет, нет, да промоешь. Так, в комнатах навела более-менее порядочек. Главное, что я все везде вылезала из-за углов. Вот что меня радует, наконец-таки добралась. Так я начала все это делать до того, как переоденусь, девочки, вот я переодеваюсь в процессе. Постирала белье. Блин, жалко, что мне вот такие две или три надо штуки. Получается, я ограничиваюсь стиркой белья. Я бы сейчас еще постирала бы, знаете, что хочу, сейчас покажу. Я хочу постирать вот эти вот чехлы. Они снимаются, я хочу все пять постирать их. И тут вот что-нибудь попробовать поотстирать. Светлый все-таки диван, и все время что-нибудь на нем капает. Параллельно кушаю, параллельно убираю, параллельно раздеваю. Все, трындец. Короче, все везде помыла. Сейчас еще чутка пыли вытру. Потом надо заниматься вещами. Фух, все, время полдевятого. Все, везде попылесосила, помыла, полы, повытирала пыль. Я помыла посуду, поистирала. Вот, значит, завтра, завтра, завтра. Прихожую, нет, не везде, прихожую только осталось. У меня просто очень много стирки, набросала в прихожую. Вот, завтра буду стирать. Чехлы хочу постирать тоже завтра. Блин, если завтра я не отправлюсь в салон. Вот еще. Если в салон отправлюсь, то мне некогда будет все это делать. Ну, может, в первой половине чуть-чуть поделаю, поубираю. Сейчас сижу и не пойму, что мне делать. Вроде бы как все сделала. А, я хотела показать, что я купила. Сладенького. Смотрите, я купила пахлаву. Я прям вижу, что здесь очень много орехов. Это в нашем ларьке, здесь недалеко. Хочу попробовать. Сейчас сделаю чай, попробую. Пахлаву очень люблю. Фух. Доброе утро, мои хорошие. Отвела Данечку в сад. И вчера созванивалась со своим мастером по волосам. И думала, что сегодня четверг, представляете? А сегодня только среда. И я такая говорю, ну мы же завтра. Он такой, когда? Когда ты ко мне придешь? Я говорю, ну завтра же мы договорились. Он говорит, какой завтра? Завтра же среда. Я говорю, а я думала, это четверг. Я уже планы так все подстроила. Вот что завтра настроилась. Получается, у меня сегодня свободный день. Плюс, ну как бы перед окрашиванием волос, волосы как бы желательно, чтобы были не свежие, да? Сейчас если я их помою, то они будут свежие. Соответственно. Соответственно. Я не знаю, что мне делать. В общем, настроение хорошее. Я не знаю, почему на улице солнца нет. На улице сейчас слякоть не подсняла вам. Ну в сториз зато подсняла. Заходите в инстаграм мой. Вот, там все подсняла. И в итоге, короче, это, энергии. Я не знаю, откуда. Прилив какой-то энергии. Прям хочется сделать то, что давно не делала. И успеть то, что не закончила. Как бы, да, вот я иду прям, и меня прям распирает. Я думаю, сейчас это, это, это сделаю. Вот сейчас кофе пью, сейчас подогрею его, оно уже остыло. И первым делом я сяду за компьютером, сделаю видео, которые там нужны, да, все. А потом доубираю то, что я не доубирала. И буду планировать. Буду планировать. Что сегодня поделать? И так как голову мыть нельзя, соответственно, видео снимать я никакие не буду. Я уже буду с новым окрашиванием снимать видео. Соответственно, видео сегодня снимать не надо. А значит, можно что-то поделать то, что я очень долго, блин, планировала, и руки не доходили. Либо в гости съездить. Вот. Так, ну что, снимаем все эти чехлы и стираем. Вот такие подушечки там внутри. С вот таким вот наполнителем. Разделены, кстати, на две части. Где-то или нет? Нет, целиком тут немного смялось. Кстати, их надо сбить. Все, стираем. Так, постирала подушечки. Их сразу уже одела на место. Они почти сухие вылезли оттуда. И вот я сейчас думаю, это кто здесь лежит? Вами убирать мешает. Это чья жопка маленькая такая тут лежит? Это дома, ну, он. Че так люблю? Так любит мама эту жопку. В общем, некоторые пятнишки, видите, это вот, допустим, от мела. Это вот, ну, что-то, наверное, фруктошка какая-нибудь. В общем, сейчас я возьму ваниш. Ваниш у меня вот такой вот для ковров и обивок. И удобно, что он в... Да? Сейчас у меня как-то... Что он так у меня распыляет? Или это нормально? Короче, сейчас на пятна вот эти все нанесу. И вообще вот так полностью бы на все нанесла бы. Ручки вот здесь вот тоже. Да весь грязный. Только что-то неудобно, что... Распыление такое непонятное. Так, вот с этой стороны еще, видите, фруктошка, например, разлилась у Деньки. Выпала из рук. Да, светлая мебель, конечно, особого ухода требует. Я не знаю, правильно делаю? Мне кажется, что-то не то делаю. Хорошо, очень все убирается, красивенько. С другой стороны я так потерла, и... Класс, как новая прям. Видели? В общем, что я вам могу сказать? Все хорошо, в принципе, подушки отстирались, да? Диван более-менее очистила, но все равно есть какие-то пятна. Я думаю, что, знаете, раз-два я его вот так почищу, и надо будет вызывать специалиста, который делает из старого дивана новый. Вот, у нас даже есть знакомые, по-моему, кто этим занимается. В общем, но все равно свяжу уже по кайфу. Крошки мои, в общем, сейчас я монтирую вам этот влог, и думаю, что, в принципе, уже 32 минуты там наснимала. Можно заканчивать. Сейчас я доубираю прихожую. Вот, я там все свалила туда, все, что стирать. Стираю коврики сейчас поставила. И вообще хочу поехать. Хочу увидеться с Кристиной в конце концов. Но это уже будет в следующем влоге, наверное. И если сегодня она не приедет, к ней приеду я, заберу ее и погуляю с ней. Сколько можно уже. Сколько можно. Так что обязательно в следующем влоге ждите Крис. Я обещаю, что она будет силой. Либо добровольно, либо силой. Но она будет. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok